Больше трех месяцев эти военные моряки находились вдали от Приморья, своего родного дома. 1 октября прошлого года Тихоокеанский флот снарядил отряд боевых кораблей для выполнения сразу нескольких боевых задач. В состав отряда вошли ракетный крейсер «Варяг» и противолодочный адмирал Пантелеев, а также большой морской танкер Борис Бутома. По возвращении все моряки, еще не успевшие повидать своих жен и девушек, первым делом выстрелились на плацу, где их лично благодарило командование ТОВ. От имени командования флота, от имени всего коллектива флота приношу вам свою искреннюю благодарность и вооружаю вам наше глубокое уважение. Благодарю за службу! Служба России! Да! Далее экипаж кораблей вернулся обратно, после чего им уже дали команду вольно. После такого приказа наиболее удачливые моряки оказались в объятиях своих любимых, родственников и друзей. Встреча была эмоциональной и неудивительна. Поход, в ходе которого отряд боевых кораблей посетил 9 стран, длился 3,5 месяца. За это время приморские военные побывали в Японии, Сингапуре, на Филиппинах и даже в Индонезии. В водах Индийского Тихого океана, восьми морей, с достоинством и честью показали свою выучку, образцовое содержание кораблей, приняли участие в международном военно-морском параде, который проводится раз в 10 лет в акваториях Восточно-Китайского моря. Все мероприятия, все поставленные задачи командующим флотом выполнены на оценку отлично. Кроме боевой кругосветки, отряд кораблей ТОВ выполнил и еще одну задачу. Военные моряки продемонстрировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе Андреевский флаг, что, по мнению руководства флота, укрепит военно-морское сотрудничество между странами АТР. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Новости на восьмом.